По оценкам, Россия сможет финансировать войну еще год. Как вы относитесь к правдоподобности такого сценария и возможности, способности России? И какие факторы на это влияют? Может быть, а если так будет, тогда полгода, а если вот так, тогда два года. Ну, считают очень грубо по объему ликвидных средств, денег, которые находятся в фонде национального благосостояния, так называемом, в резервных каких-то фондах, небольших очень, в российском бюджете, поступления в бюджет. Когда начинают считать, сколько идет, какие идут расходы, какой дефицит бюджета образуется вот уже сейчас, он практически сравнялся с планами на целый год, дефицит бюджета, то начинаются подсчеты, насколько этого может хватить. Но в данном случае я не присоединяюсь к тем, кто делает какие-то прогнозы, потому что прогнозы я видел на полгода, прогнозы видел на год, прогнозы я видел на три года. Сколько там этого будет, неизвестно. Во-первых, потому что данные о размере имеющихся средств, они никакого доверия не вызывают. А во-вторых, какими темпами все это будут расходовать, это тоже нет никакой уверенности. Правительство говорит, что вы посмотрите, у нас будет в плюс завершен этот год, у нас будет прирост экономики, там, ну, пусть на доли процента, иногда говорят на 1,2% вырастет ВВП. А что такое растет ВВП? Потому что в ВВП сейчас считаются даже военные усилия, то есть когда делают боеприпасы, военную технику, мобилизационные расходы, вот все это считается, да, смотрите-ка, вот экономика работает, вот она что-то такое делает. А то, что это не конструктивно, а все это разрушительные факторы для бюджета, для богатства страны, для жителей, этого никто не считает. Когда мы смотрим, что, вы посмотрите, промышленность в России растет, а там действительно получается, что где-то примерно на 5% растут расходы и растет производство, ну, там, где на войну работает промышленность. От транспорта, вот от доставки той же бронетехники к линии фронта и так далее, все вроде бы расходы какие-то идут. А вот в тех отраслях экономики, где что-то производится, ну, созидательное, а там падает, там на 8% снижается вот это. Да, в принципе, когда мы смотрим, то в конце года может оказаться, что российский ВВП все-таки не вырос, а на самом деле очень сильно проиграл. И проиграет он больше, чем будет доложено официально, потому что часть этого, часть расходов, часть вот экономической активности, она была совершенно неконструктивная, а, ну, сделали снаряды, отвезли их куда-то, выпалили, все это взорвалось, все это технику бросили на фронт, ее там благополучно уничтожили, эту технику и так далее. То есть экономика, конечно, идет по нисходящей, а без инвестиций в эту экономику, а вот это очень важный фактор для российской экономики, что нету инвестиций в то, что что-то нужно поднимать, где-то что-то надо производить. Даже нефтяники, вот когда у них есть, пусть сейчас небольшие, но есть открытие новых месторождений, никто туда деньги вкладывать из нефтяников не будет, потому что, ну, как вкладывать деньги, если нет уверенности в завтрашнем дне? Деньги, которые вкладывают в новые месторождения, они вернутся, когда начнут генерировать прибыль реальную, это где-то от 7 до 15 лет в российских условиях, а кто может сказать, что с Россией будет через год, не говоря уже о 7 годах, а о 15 годах? То есть никто сейчас не... И вот даже принцип у большого бизнеса сейчас такой, вот такое впечатление, что как будто они уверены, вот предприниматели большие, что они доживают последние дни, что Россия доживает последние дни. Потому что принцип такой, давайте сейчас все, что можно, будем продавать за рубеж, пусть нефть идет за копейки какие-то, пусть она не оправдывает вот это вот, даже добычу, расходов по добыче транспортировки, но главное, это давайте эти деньги никуда не возвращать, делать деньги на перевозки этой нефти, на посреднических каких-то услугах. Давайте вот раздербаним российскую экономику как можно быстрее, потому что никто в нее больше вкладывать не будет. Это какое-то начало ощущения краха российской экономики. Что касается вот краха российской экономики, такой интересный был пример. Недавно были пожары в России, в том числе в таком поселении Сосева, вот так оно называется. Ну да, Сосева, Сосева, да, ну вот мне больше нравится Сосева, ну хорошо, Сосева. И вот эта Сосева, она был такой примером хорошим, ну, монопоселение, которое там кормилось от, насколько я прочел, от исправительных учреждений. То есть там и половина сидела, половина, соответственно, было надзирателями. Потом эти исправительные учреждения позакрывались, и, ну вот, градообразующее предприятие перестало существовать. Падение экономики, закрытие предприятий, вот, по сути, может дать вот ту, ну, базу, которой хочешь, не хочешь, людей, которые хочешь, не хочешь, пойдут в армию, потому что, собственно, армия и будет единственной, ну, Россия будет переходить к тому, что армия для многих людей станет единственным, ну, источником заработка и возможности прокормить себя и семьей. Ну, я думаю, есть какой-то предел вот того человеческого потенциала, который можно взять с малых городов, с деревень, где нет ни работы, нет ничего. Вы посмотрите, на фронт бросают, ну, даже те какие-то силы, которые удалось наскрести из охранников крупных российских компаний. Вот Газпромовский оказался у нас, добровольческий батальон на фронте, там из Газпром нефти. Сейчас, ну как, охранников-то таких много, и поняли, что это можно оттуда черпать какие-то вот силы. Вы посмотрите, тут мне сегодня только пример привели такой, в один замечательный сибирский город человек приехал, там численность всего состава милиции 60 человек, а в службе охраны объектов Газпрома 2000 человек. Вот из этого потенциала людского тоже сейчас вот зовут якобы добровольческие какие-то батальоны, но это такое впечатление, что тут может быть два фактора тут работать. Первое, это действительно не хватает людей, их бросают на фронт, вот, ну, чтобы они там сгорали в этой огне войны. Ну, это краткосрочное, но долгосрочный фактор, когда мы видим, что тот же Газпром формирует свои воинские подразделения, то это может оказаться, ну, не только Газпром, вы посмотрите, крупный бизнес, это, например, Константин Малафеев, Андрей Бокарев, вот такие миллиардеры, они формируют свои собственные военные подразделения. Есть такое впечатление, ну, в нефтегазовом сообществе, в сообществе большого бизнеса, что это делается в расчете на то, что в России, когда рухнет вертикаль власти, начнется хаос, анархия, все против всех, и надо будет каким-то образом этим людям отстаивать свои интересы, защищать свои территории. Это может быть дезинтеграция России, в конце концов. Есть опасение, что все это может, в конце концов, вылиться в гражданскую войну, в анархию и в каких-то бандитов, которые будут на улицах устраивать бои в интересах своих каких-то боссов. Не одного босса, который в Москве сидит, а вот в интересах каких-то уже региональных или отраслевых начальников. Продолжение следует...